Уссурийцы готовятся к одному из главных православных праздников. Пасха будет уже в это воскресенье. Мы приехали на центральную ярмарку, чтобы посмотреть, что уже продается к этому празднику. На ярмарке можно найти все необходимое на любой вкус. Частные предприниматели и хлебопекарни округа постарались на славу. Куличи все пекут по своим рецептам, хотя основа всегда одинаковая. Зато дизайн и добавки какие только душа пожелает. У нас куличи, ну основная масса идет с изюмом традиционный, есть с начинками, с шоколадом, с тирамису, с клубничной начинкой, есть с зефиром, есть у нас шоколадный с клюквой. А вот скажите, я тут у вас увидела лимонные есть. Да, да, это разновидность наша. Это новиночка с лимонной помадочкой, очень вкусная, ароматная. Можно взять, наверное, сливочную. Это все на любителя. Стандартное и что-то новенькое обычно всегда присутствует на праздник. К Пасхе или к Воскресенью Христову готовится весь православный мир. Печь куличи и красить яйца не просто веселое занятие, но и важная традиция. Благо теперь это не обязательно делать самостоятельно. Все необходимое можно купить. Сколько вот этой вот присыпки расходуется на такое огромное количество? Ну где-то килограмм пять. Что есть? Потому что много уходит посыпки, конечно. Но изюм тоже много это расход. А сколько вот яиц выходит примерно на то, чтобы приготовить так много куличей? Ну у нас ушло уже десять ящиков. В православной традиции с Пасхой связан артас – особый хлеб, который используется в богослужении. Традиционно на протяжении всей Светлой Седмицы он находится в храме и раздается христианам после литургии в Светлую Субботу. Однако сейчас люди предпочитают свои куличи хранить дома и начинать есть только в день праздника. Расскажите, пожалуйста, с чем у вас вот здесь куличи? Потому что они такие красивые здесь все стоят. Ну тесто у всех одинаковое. Единственное, что у них покрытие разное – малиновое, лимонное и карамельное. И классические, сахарное. Кстати, для тех, кто готовит куличи сам, здесь можно приобрести различные добавки, такие как цукаты, изюмы, орехи. Также в канун праздника принято красить яйца и дарить их друг другу уже на Пасху. С каждым годом появляются новые способы красивой, а главное – безвредной декорации. Их красят в разные цвета и оборачивают специальной пленкой. Однако традиционный цвет все же был и остается красный. Он символизирует цвет крови распятого Христа. Яйца, конечно, можно покрасить дома самостоятельно, а можно и купить здесь, на ярмарке. Цена на крашенные яйца – от 100 рублей за десяток. При желании можно найти дешевле. Куличи – от 80 рублей до 600. А вот настоящая творожная Пасха продается далеко не везде и может влететь в копеечку. Купить все необходимое для праздника можно еще в субботу на Центральной площади.